Девушки отдыхают В прекрасном городе Самара В этот раз нам повезло, мы приехали прям на самый Новый год Эту новогоднюю ночь мы встретили в другом городе Они в поезде, как обычно В мероприятии, как таковых, нет Вот здесь мы стояли на площади Посмотрели на украшения Посмотрели поздравления президента Посмотрели на ледовые скульптуры, которые тают Сейчас раздавая температура И, наверное, да, в такое время не фейерверки, не салиты Неуместны, но людям все равно Хочется праздновать Здесь люди, конечно, собрались Поезды в основе этой компании Но главная наша цель поездки в Самару И окрестности не Новый год, конечно же А посмотреть все, что здесь есть интересного Этим мы займемся завтра и в ближайшие дни Ну а сегодня вот так вот походим Гуляем, проводим старый год Который все уже ушел Кстати, на час быстрее, чем в Москве Чем в Ярославле Поэтому мы здесь его встретили Он еще так идет дальше И будем начинать путешествие Итак, первый день Нового года Как и обещали, гуляем по Самаре По пустынной после празднования Мы живем далеко от центра Поэтому спланировали так, чтобы вот Недалеко ехать и начать осмотр с ближайшей точки И этой ближайшей точкой оказалось Вот это прекрасное здание Стиль конструктивизма Фабрика-кухня Ну, фабрика-кухня Это по производству еды В советское время, как мы знаем Мой любимый стиль конструктивизма Сейчас это здание используется, я думаю, как арт-пространство Ну, что-то такое техническое В общем, интересный объект Музей Самар, космическая И вот это вот ракетный союз Настоящее, которое прикреплено к этому музею Тоже вот как памятник Как достопримечательность Самары Музей работал, по крайней мере Когда я про него читал Но сейчас Визитвуевский музей не работает И я не думаю, что это на праздник не работает Мне кажется, там идет какой-то ремонт Но жалко, конечно Потому что там такие сувенирчики продавались интересные И сама экспозиция тоже неплохая Но, по крайней мере, ракета есть Это тоже очень хорошо Самара Это город космической промышленности И, в частности, вот эту вот ракету Собирали здесь же Поэтому ничего удивительного Что она здесь После отработки своего времени Осталась как память Как памятник Теперь мы спустились на набережную Набережную Волги Причем это одна из самых длинных набережных в России Длина ее больше 5 километров И вот от начальной точки Вот этой прекрасной ладьи Памятник Такому судоходному средству В древние времена По судоходной широкой ладьи ходили Деревянные корабли Ладьи вот такие вот И она прям как и сказочки Вот так вот выглядит пляж Слегка уныло Слегка зимнее Стоило особого труда сюда дойти Прям очень скользко Все замерзло Все, что вчера растаяло Только одним уткам хорошо Сиди на льдине В доверии летай С длинной на льдину И катайся по реке А вдалеке можно видеть Красивую такую гряду Невысокую Но такое темнейшее На фоне серого неба Это Жигулевские горы Национальный парк Самарская лука Единственные, наверное, настоящие горы Здесь вот в средней полосе России Преодолели мы ледяной барьер Каток во всю Самару К счастью И пришли на площадь Славы Мне очень нравится этот вот монумент Мужчина держит Бумажный самолетик Сейчас мы к нему поближе поднимемся Пока у нас есть время Цветовой день-то Маленький зимой Я, наверное, сейчас очень странную вещь скажу Но мне вот нравится, как эти трубы дымят И вообще мне нравится, как вот это вот здание гидроэлектростанции Вписано в городской пейзаж Вот эта вот бетонная стена, украшенная граффити С непримечательностью Самары такая разноцветная И само здание красивое И вот этот вот дым, который просто так летит по направлению ветра Вот не знаю, а вот есть уродские, да, такие вот производственные Цеха, заводы А здесь вот так красиво Ну вот, пожалуйста Рядом с уродом Памятник батареи Кошечка греется Мне кажется, что для полного этого антуража Нужно было бы, чтобы ее еще оттопили Было бы вообще хорошо поклелось Очень красивая архитектура Мне так нравится всегда вот это сочетание Красного кирпича покрашенного И белого тоже покрашенного Такая сразу вспоминается какая-то Не знаю, сказка что ли Русская, древненародная Но еще мне нравятся здесь виды Во-первых, вид на теплоэлектростанцию Я прям не могу от этих труб оторваться И очень интересно Вот в таком вот духовном, так сказать, месте И вид на эти трубы Но все зато существует в мире и согласия И душа, и тело А с другой стороны находится Жигулевский бивоваренный завод Это один из старейших заводов в России До сих пор действующий Варят на нем знаменитое жигулевское пиво Мы его, конечно, продегустируем Мне очень тоже нравятся здания Оно такое древнее, красивое Архитектура раньше даже вот в таких вот производственных вещах Она была тоже красивая То, что сейчас в нашем мире Так, теперь мы в центре Самары На центральных улицах Вряд ли успеем все самое красивое посмотреть Потому что очень много красивых зданий А время уже подходит к концу Сейчас потемнеет Но все, что мы по пути посмотрим Мы, естественно, это не оставим Так, без внимания с ними мы покажем Сейчас мы посмотрели театр драмы имени Горького Очень красивое здание Такое пряничное Тоже красное С белыми вставками Потом мне очень не понравился Еще на этапе подготовки Путешествия Дом офицеров Дом Красной Армии В моем времени стиле конструктивизм С огромной красной бетонной звездой Очень необычное здание Самый красивый, наверное, дом Необычный, который я видел И вообще, который здесь Хотел найти в Самаре Непосредственно в первый день Правильно, дом называется Фахверковый Стиль Фахверк Немцы, что с них взять А стиль такой родился почему? Потому что дома делали таким образом Значит, делался деревянный каркас И стены между этими каркасами Заполнялись всякими Всяким мусорным строительным Потому что, может быть, наверное, не было Материалов, их экономили И вот поэтому характерная черта Вот эти вот деревянные балочки Виды у дома, конечно, такой Уже повидавшие виды Но это культурный объект Там охраняется государством Жилой, между прочим Люди там живут Лояльно относятся к тому Что дом их пользуется популярностью Ну, как там они, конечно, живут Это вопрос Рядом с главпочтампом Находится вот такой вот арт-объект Называется он Птичий квартал И состоит из более полусотни Почтовых ящиков старых Здесь написано, что он символизирует Но я Своё мнение имею, что он символизирует Это вот старые почтовые ящики Которые здесь собрались за ненадобностью Потому что век цифровых технологий Обычные письма Да даже газеты Никто через ящики не получает И поэтому здесь они висят Доживают свой век Ну, когда-нибудь мода Написка Придёт Например, на кассетные магнитофоны Или патефоны И ящики опять займут своё место в строю На этом, пожалуй, завершено сегодня Пришли мы к леченому вокзалу Хотел здесь спуститься к воде Ну, тут всё, вот, тут ледяные горки К тому же Моя стиль начинает холодать И завтра будет уже Далеко за минус 10 Ну, сегодня мы посмотрели всё, что спланировали Это очень хорошо Много интересных мест Красивых зданий Кстати, красивых зданий Мы ещё не все посмотрели Сделаем мы об этом отдельный сюжет К нам отправляемся домой Род уже не разговаривает Из-за ветра, из-за холода В общем, ладно, отдыхаем Мы сегодня за пределы Самары выехали В посёлок Волжский Хотим подняться на Царев Курган Вот он сзади меня возвышается Невысокий такой Но Курган Уж извините, сегодня погода вот такая вот Снег падает, облачность Поэтому вряд ли получится яркие кадры Но какое получится, такое и будет Зима времени предсказуемая Но нас это не пугает В любой погоде есть своя прелесть Так что идём подниматься на Курган 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, одного маршрута на вершине нам мало Это же мы только полчаса погуляли Поэтому пойдем по второму туристическому маршруту К источнику и часовне Источник, понятно, вряд ли сейчас работает А часовня есть, я ее даже сверху видел Такой красивый лес, как я это люблю Вообще, я люблю Новый год справлять Вот в таких местах Не в теплых краях, как там все мечтают Ой, хочу Новый год в теплом краю встроить Ага Нет, мне нравится вот наша такая вот Русская зима Настоящая, как сказки про морозка Вот это я люблю Вот это я уважаю Ну, все, мы закончили нашу поездочку небольшую Все здесь скромненько Так вот Крест, скалы, деревья Святой источник Ну, очень мило Для разнообразия пребывания в Самаре Можно так вот выехать за город Всего у нас это, поход, занял часа два, наверное Очень милый снежок тут падает В общем, красота Плюс ко всему здесь вот щиты Стенды информационные С фотографиями Как в Самаре, красиво летом Действительно, очень красивые места Зимой Это все, конечно, не так эффектно Но зато сейчас Новый год Это и есть волшебство Но мы пойдем отдыхать Сегодняшний день у нас, наверное, завершен Прекрасная погода Для качания на качельях Ветерок обдувает Руки прилипают к цепям Вот о чем я мечтал С приезда в Самару Мы заказали раков Не пошли в раковарню Потому что времени нет Лучше мы здесь поедем Я заказал, значит, раки Вот это, наверное, традиционная варка Они даже тепленькие Вот там еще плавают Какие страшненькие А вот эта варка называется Волжская Здесь видно яблочки Лимон В общем, она такая вот с этим Это с фруктовыми носками Вот такая вот прелесть там приехала Не терпится уже открыть, посмотреть Привет Ну какие же раки без пива А уж если мы в Самаре Тогда Жигулевская Завод мы видели Который производит это пиво И само пиво, естественно Мы попробуем Вообще раки Самая лучшая закуска пива Насколько мне известно Но стоят они, конечно Вот это вот все дело Мы купили за В общем, полкило раков Стоит 1700 Так Так Их и не ел никогда Я не знаю, как их правильно есть Раковое брюхо Достал наконец-то Ну вкусно Похоже на креветку Ну как, в Самаре не поесть раков Я не знаю Поэтому нужно Но их много Я распробую Вот мы и паре на дне Но не могли мы приехать в Самару И не пойти сюда Народу много Место популярное Но нам повезло Столик свободный есть Пиво прямо свобода Вот мы взяли светленькое Темненькое Я больше люблю темное Я его уже пробую Мне вообще приятно Вкусненькое Вот и добавочка Я налезался пивом И темного И светлого Очень приятное заведение Вот на самом деле Ну я правда в пиве ничего не понимаю Ну Вернее не то, что не понимаю Но не различаю Хорошее, плохое Какие-то оттенки вкуса Но вот сама Вот эта атмосфера Все кричат Все галдят Но Так это все как бы Интересно И вот здесь местные люди сидят Поэтому Но Не знаю Это не просто пивнушка Это какое-то культовое место Его так обозвали Вот тут даже Ой Скульптурная композиция Пиво Тут этот рычажок Чума, он льется там Раки Такие огромные Не то, что наши Которые мы пробовали Ну Можно все сюда вот Представить себя Как будто ты вот эту кружечку сейчас возьмешь И вы Холодые века В общем Приходите на дне Мне очень здесь понравилось И правда Действительно Продолжаем наши прогулки по Самаре И сегодня день И хотим посвятить Самарскому модерну Здесь очень много красивых домиков И пока вот первую прогулку мы совершали Как-то не особо на них обращали внимание Вроде идешь по улице И красоту-то и не видишь Которая вот рядом с тобой находится Даже есть вот списочек у меня Где я выписал адреса Интересных домов 28 штук даже получилось Мы по ним пройдем Посмотрим Сфотографируем Про некоторые дома расскажу Вот например Можно начать с этого Прекрасного дома Был он построен недавно В 90-х годах И называется дом муха Не знаю почему он называется дом муха На муху он совсем не похож Больше похож на дом слон Ну уж как назвали Не совсем уверен что это модерн Но какие-то есть вот такие вот признаки Модерн характеризуется вот такими вот Изогнутыми красивыми линиями Чем-то природным напоминающим Цветочками Какими-то отсутствием прямых углов Резких каких-то граней В общем если здание в стиле модерн увидишь То его уже ни с чем не спутаешь Есть такое вот обилие плитки Все такое красивое, красочное Ажурные решетки балконов В общем очень красивый стиль Мне он очень нравится И причем без каких-то таких вот излишеств Как например там Боровка Или Рококо Особняк Курлиной Фрунзе 159 Помечаем что посмотрели Очень красивый особняк Покрытый такой плиткой морской волны Цвета Очень красивый такой Особенно мне нравятся вот эти вот ворота Как бабочка Какие-то ажурные Такие вот элементы А в самом особняке находится музей модерна Мы вчера туда зашли Посетили все три экспозиции То есть на первом этаже находится основная экспозиция Это жилые помещения Где как все жили Там есть столовая С очень красивыми комодами Есть конференц-зал Есть еще другие комнатки Мебель тоже сделана в стиле модерн Все очень украшено Замечательные просто потолки Лампа Очень интересные формы На втором этаже На втором этаже находится выставка Голубая роза Представлены картины художников Из объединения Которая так и называется Голубая роза Например, картина в Рубеле Я там увидел голову демона А в подвальном помещении Находится выставка мистицизма Можно походить, послушать Пытаться загипотизироваться И может быть даже вызвать дух Особняк Эрна Сейчас здесь находится больница Не все здания, конечно, выглядят отремонтированным Вот это вот немножко осыпается фасад Но все равно красоту не спрячешь Она есть Это здание филармонии Большое, такое красивое Построено в 88-м году То есть, можно сказать, совершенно недавно На месте цирка Олимпик Который снесли Но вот элементы декора цирка Они повторяются и здесь Мы, конечно, входим не только В домики модерн смотрим Но и вообще интересненькое что-то попадается Вот неожиданно попался Памятник дяде Степе Героя известного стихотворения Какой он огромный Это дядя Степа Особняк Суботиной Мартинсон Очень красивое здание Мне чем-то напоминает какой-то литический замок Но, как видим, состояние такое плачевное Но даже вот те элементы Которые здесь сохранились Плиточка, вот эта вот майолика Какой красивый цвет Вот этот вот синий Цвет морской волны Красота такая Дай бог, что восстановили Будет вообще Каун фит каун Вот это, можно сказать, очень редкий Пример использования модерна В промышленной архитектуре Склады, Мешкова Не только в жилых домах модерн используется, но и вот, как видим, таких вот А в Самаре, помимо модерна, есть еще стиль конструктивизм Тоже встречаются прекрасные экземпляры И так называемый мавританский стиль Африканский такой И вот дом, яркий представитель этого стиля Особняк Серебренниковый Просто какая-то красота Посмотрите на эти стены, окна Как будто какой-то яркий африканский ковер Портал, вот эти вот арки Очень красивый дом И среди вот этой вот спокойной улицы Он тут выделяется, как павлин Среди воробушков Ну вот на этой фурорной ноте мы заканчиваем нашу прогулку по самарскому модерну И не только прошлись, посмотрели домики Что-то порассказывать про них Ну что про них рассказывать? Красиво? Интересно? Что-то в хорошей сохранности, что-то не очень Ну мы что-то очень утомились Эти прогулки и по снегу, и по холоду И от красоты тоже устали, наверное Поэтому Такой вот у нас маршрут длинный получился Приезжайте в Самар, гуляйте, наслаждайтесь Здесь очень красиво Спасибо 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 Спасибо